Привет, дорогие мои друзья! На просторах Алиэкспресса нашел вот такой маленький модуль, который чуть больше размера SD-карточки. Это Arduino-модуль, на базе которого мы с вами в сегодняшнем видосе построим полноценный MP3-плеер со встроенным аккумулятором и контроллером заряда. Зачем, спросите вы? Ведь в каждом мобильном устройстве есть MP3-плеер. Это, конечно, да, но вот сделать что-то своими руками всегда гораздо приятнее. Поэтому давайте приступим. Для начала рассмотрим, из чего состоит этот модуль. С одной стороны здесь отсек для SD-карточки, а с обратной стороны микросхема контроллера и микросхема усилителя звука. Такой модуль можно использовать для воспроизведения речи, например, в Arduino-сигнализации. Ну, а мы с вами сегодня будем использовать его отдельно, то есть как самостоятельное устройство. Для питания можно использовать любой источник от 3 до 5 вольт. В моем случае однобаночный литиевый аккумулятор где-то был еще меньших размеров, но найти его не смог. А вообще подойдет даже батарея от старого мобильника. Заряжаться батарея будет при помощи USB-контроллера заряда. Платка эта копеечная, лучше покупать сразу несколько, пригодятся. С подключением все просто. Подпаиваем провода от аккумулятора к контактам бат плюс и бат минус, соблюдая полярности. И к этим же контактам подпаиваем провода, которые пойдут на MP3-модуль. Глубокого разряда батареи бояться не стоит, ведь плата защиты встроена в сам аккумулятор. И в любой аккумулятор от мобильника такая плата также встроена. Паяем, изолируем, проверяем. Цветодиод светится, значит зарядка идет. Приступаем к следующему шагу. Здесь нам понадобится 3 микропереключателя, которые необходимо склеить между собой суперклеем. Это делается для простоты монтажа кнопок. Склеив кнопки, приготовим разъем для джека 3.5 и несколько резисторов. Ну и сразу давайте поясню, что к чему. Обратимся к документации на модуль. Здесь, если вам интересно, можете посмотреть спецификацию устройства. Ниже распиновка указана, как что и куда подключать. Половина выводов мы здесь задействовать не будем, но при желании можно припаять USB разъем и флешка будет определяться как внешний диск при подключении к компьютеру. Ссылку на описание модуля можно загуглить по запросу DF Player. Здесь содержательное описалого, но нас с вами интересует лишь одна страничка. Вот это вот. 12 контакт модуля это линия ADK. То есть замыкая эту линию через определенное сопротивление, у нас выполняется определенная функция. 33 кОм это плей пауза, 24 кОм, когда будем замыкать на землю, это длительное нажатие громкость, короткое нажатие предыдущий трек и 15 кОм замыкая на корпус. Мы с вами получаем следующий трек, а при длинном нажатии добавляется громкость. Находим резистор на 33 кОм и припаиваем его к одной из кнопок. Это будет плей пауза. Следующий резистор 24 кОм, предыдущий трек громкость вниз. 15 кОм, следующий трек громкость вверх, паяем на последнюю кнопку. Ну а второй вывод каждой кнопки, загибаем и объединяем все три общим проводом. Наша клавиатура имеет два вывода и три функциональные клавиши. Из описания вы видели, что кнопок можно сделать гораздо больше, но основные всего три, поэтому места ими занимать не будем. Три контакта, которые я отогнул в сторону, крайние это плюс-минус выход с усилителя на трехватный динамик, а средний контакт это земля. Произведем небольшую рокировочку, загибаем один контакт вверх, ведь на разъеме джек 3.5 контакты находятся совсем по другому. То есть наша задача припаять здесь землю к земле, ну и плюс-минусом к правому и левому каналу. Почему я говорю плюс-минусом, а не правый и левый канал? Потому что усилитель распаянный в этом модуле моно. А для того, чтобы поделить звук на два динамика, мы используем земляной контакт. Ну вот, намеренно не стал выпаивать ноги, потому что в данном случае они служат еще и жесткостью при креплении разъема. Нужные контакты разгибаем в стороны, а ненужные откусываем. То есть остается у нас всего лишь три контакта. Это земля, минус питание, плюс питание и шина ADK. На этапе соединения аккумуляторной батареи и mp3 модуля, хочу напомнить вам, что все DIY устройства, все паялочки, скажем так, мы собираем с вами исключительно для души. Много раз говорил и повторюсь, это такое хобби, я получаю от этого огромное удовольствие. И даже если результат моего труда не оправдает ожиданий, все равно я буду доволен процессом. Ну а в данном случае скажу, что порадовал меня не только сам процесс, а еще и конечный результат. Первое включение прошло успешно, а теперь делаем высокотехнологичный China Style корпус. Конечно, можно было заморочиться напечатать на 3D принтере, но тогда теряется весь изюм. Ведь девиз этого устройства – простота и дешевизна. В отличие от каких-то сложных ардуино проектов, такое устройство может повторить на коленке любой школьник. Конечно же, при условии наличия интереса. Почти iPod Shuffle с вами спаяли. Вот еще бы аккумулятор мне найти поменьше, было бы совсем хорошо. Ну да ладно, не будем обгонять американскую продукцию. Но вот наушники я все же решил поменять на помощнее. Затычки были в шоке от выходной мощности. Это я вам честно говорю. Подключаем. Ну а для того, чтобы хоть как-то передать вам качество, передаваемое через наушники, давайте возьмем рекордер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!